Привет, друзья! Сегодня воскресенье, это значит самое время обсудить события, произошедшие в мире Apple за последнюю неделю. Итак, сегодня в выпуске. Apple может представить Siri для ОСТ на конференции WWDC 2016. Новые подробности дела Apple против ФБР. Apple подала три иска в суд на российскую таможню и многое другое. Что же, для начала вкратце пробежимся по ряду не самых значимых событий и новостей последних семи дней. На этой неделе Apple обновила программное обеспечение для чехла клавиатуры Smart Keyboard, которую используют владельцы iPad Pro. Update призван решить проблему самопроизвольного пробуждения планшета время от времени. Компания не упоминает об исправлении других ошибок в работе Smart Keyboard. В частности, многие пользователи жалуются на то, что комбинация клавиш Command-Tab не всегда приводит к открытию меню многозадачности. В минувшую среду Стиву Джобсу исполнился бы 61 год. 24 февраля 1955 года будущий основатель компании Apple появился на свет. Во многом именно ему мы обязаны теми многими продуктами и устройствами, без которых невозможно представить нашу жизнь. К сожалению, многие великие люди уходят рано и даже представить сложно, чтобы Стив мог сделать с Apple сейчас. Apple прислушалась к своим пользователям и продлила гарантийную программу для MacBook Pro, которую испытывают проблемы с видеокартой. Теперь отремонтировать ноутбук в авторизованном сервисном центре Apple можно до 31 декабря 2016 года. Под программу попадают 15-17-дюймовые MacBook Pro, проданные с 2011 по 2013 года. При этом в большинстве случаев Apple предпочитает просто менять ноутбуки на новые и лишь в отдельных случаях ремонтировать устройства. На прошлой неделе Apple подала три иска в суд на российскую таможню. Об этом свидетельствуют данные онлайн-картотеки «Электронное правосудие». Пока что содержание заявлений остается в секрете, но не исключено, что дело в новой пошлине на умные часы, которую таможня ввела в конце 2015 года. Из-за нее производители вынуждены платить еще 10% от стоимости товара. Что думают о конфликте между Apple и ФБР, Тим Кук до сих пор было известно только из его открытого письма спецслужбам. Но глава яблочного гиганта решил пойти дальше и на днях дал интервью телеканалу ABC News. По словам Кука, получить информацию, которая необходима ФБР, сейчас можно только при помощи специального программного обеспечения — создания бэкдора. Впоследствии от наличия подобного ПО Тим приравнивает к раковые опхоли, но не только для Apple, а для всех пользователей в мире, ведь тогда спецслужбы могут не останавливаться на достигнутом, а потребовать, например, встроить ПО для слежки за пользователями. В подтверждении этого западные СМИ утверждают, что ФБР, еще не успев получить доступ к одному iPhone, уже требуют от Apple содействия во взломе еще девяти смартфонов. Тим Кук совершенно не приемлет такое развитие событий и даже собирается обсуждать данный вопрос лично с президентом США Бараком Обамой. Кроме того, хотя Apple официально это не подтверждает, компания может работать на дополнительной защите iPhone и iPad от взлома. О соответствующих разработках стало известно New York Times. По данным издания, новая степень защиты сделает взлом iPhone невозможным даже посредством создания бэкдора. Напомним также, что Apple уже поддержали другие технологические гиганты, в том числе Google и Facebook, хотя нашлись и те, кто принял сторону спецслужб, например, Билл Гейтс. Дело Apple против ФБР стало одним из самых резонансных за последние несколько лет. Голосовая ассистентка Siri долгое время существовала в качестве фишки лишь у устройств под управлением iOS. Однако, начиная с прошлого года, она стала завоевывать новые платформы. Тогда Siri поселилась в TVOS и WatchOS, при этом научившись нескольким полезным хитростям. Теперь же в сети появились слухи относительно появления голосового ассистента в новый OS X. Впервые об этом СМИ стали говорить еще в 2012 году, когда версия для iOS, прямо скажем, работала из рук вон плохо. За этот период, как утверждают инсайдеры, разработчики Apple подогнали функциональной Siri под пользовательский интерфейс десктопной ОС и готовятся к ее скорому релизу. Ожидается, что Siri придет на маке с обновлением OS X 10.12, которое будет представлено в ходе июльской конференции WWDC 2016. Из отличительных особенностей помощницы осведомленные источники отметили ее предполагаемое расположение в верхнем статус-баре. Вызвать Siri можно будет стандартной фразой «Привет, Siri!» при условии подключения к источнику питания. А на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте ваши умные комментарии. Всем пока!